Продолжение следует... Салтан Хамиду Беджиеву исполнилось бы 105 лет. В Зеленчукской прошло памятное мероприятие. Нет предела совершенству. Открытие нового центра образования «Точка роста» теперь в Ильичевском. Знакомство учеников с точными науками. Здравствуйте на телеканале «Россия-24» вести Карачаева-Черкесия в студии Майя Хамдохова. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов подчеркнул, что за последние годы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» уже оказана поддержка свыше 50 предпринимателям региона, в числе которых еще совсем молодые и целеустремленные ребята. Также на базе Центра молодежного инновационного творчества прошел форум «Мой бизнес. Молодежь будущего». Министр экономического развития Республики Артур Изау сообщил, что только за 23 год количество молодых предпринимателей в России выросло на 20%, а за 4 года этот показатель увеличился в полтора раза. На форуме прошел семинар «От идеи до старта», проведенный Юлией Логиновой, бизнес-консультанта по стратегии развития компании. Спикер поделилась опытом создания бизнеса, подчеркнув важность бизнес-планирования, финансового управления и продвижения. Участники активно задавали вопросы и делились своими инициативами. В поселке Орджоникидзовский прошло торжественное открытие новой врачебной амбулатории. Данный медицинский объект рассчитан на 130 посещений в смену и оснащена современным оборудованием, что позволит оказывать первичную медицинскую помощь на высоком уровне. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Открытие новой современной амбулатории для жителей поселка Орджоникидзовский стало знаковым событием. Данное медицинское учреждение было построено в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов поздравил жителей Насеного пункта и подчеркнул, что с вводом в эксплуатацию этой амбулатории люди смогут получать качественную первичную медико-санитарную помощь. Это не просто медицинский объект, а настоящая опора для здоровья наших граждан. Место, где каждый сможет получить заботу и внимание. Создание этой амбулатории стало возможным при поддержке главы Карачаева Черкесской Республики Рашида Борисовича Темрезова. Наша амбулатория оборудована всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи и рассчитана на 130 посещений в смену. Ранее в поселке Арджиникидзовском действовала участковая больница, которая уже не могла функционировать из-за изношенности самого здания. Приятно видеть, что новая современная амбулатория оснащена всем необходимым и каждый сможет получить медицинские услуги, не выезжая за пределы своего населенного пункта, отметил заместитель министра здравоохранения Карачаева Черкесии Владимир Селиванов. Еще в 2019-2020 году я помню, четко сюда приезжал, смотрел, что и как, и четко помню, хорошо запомнил обвалившийся угол там, где в стационарном отделении, помните, есть там у вас печка или что-то было, вот это все было обвалено, на это было страшно смотреть. И сейчас вот новое помещение, новое здание, пускай оно может быть не такое большое по размерам, но оно функционально и то, которое требует реалий сегодняшнего дня. После вторжественной обстановки мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов и заместитель министра здравоохранения республики Владимир Селиванов, перерезав красную ленту, дали старт работе амбулаторий в поселке. В структуре данного медучреждения предусмотрены различные кабинеты, включая регистратуру, палату дневного пребывания, стационара, а также прививочные и смотровые кабинеты. Здесь есть все необходимое для работы, уверяют медики. Здесь есть у нас прививочные кабинеты, у нас есть кабинет педиатра, у нас есть кабинет терапевта, есть кабинет вакцинации, кабинет дневного стационара, все, что должно быть первично в звене здравоохранения, вот эта врачебная амбулатория на сегодня соответствует и отвечает всем требованиям по законодательству нашей страны. Также в новой амбулатории уделено особое внимание доступности предоставляемых услуг для маломобильных посетителей, чтобы каждый мог получить необходимую медицинскую помощь. Алихан Липшоков, Вести Карачаева, Черкесия, поселок Арджиникидзовский. Страна должна помнить именно тех, кто ковал великую победу, кто подарил мирное небо. Наш земляк Салтан Хамид Лакманович Биджиев стал на защиту Родины с первых дней Великой Отечественной войны. Сражался с врагом на Курской дуге. За проявленные храбрость и мужество капитану авиации присвоено звание Героя России посмертно. Но его имя бессмертно. В станице Зеленчугской прошло патриотичное мероприятие, посвященное памяти славного сына Карачаева Черкесии, Алла Качиева подробнее. В этом году Герою Российской Федерации Салтан Хамиду Лакмановичу Биджиеву исполнилось бы 105 лет. С 2018 года его имя с гордостью носит вторая школа в станице Зеленчугской. На сегодняшний день в образовательном учреждении 652 учащихся. Периодически здесь проходят уроки мужества памяти капитана летчика штурмовой авиации Салтан Хамиду Биджиеву. Несмотря на юный возраст, школьники из рассказов своих дедов и прадедов знают, какой ценой досталась та самая победа в 45-м. Мы им благодарны очень. Они ведь защищают нашу жизнь и Родину. Мне бы хотелось жить в мирном, спокойном мире, где нет войны, чтобы дружили все народы вместе. Зачем война, если можно спокойно общаться, дружить? И чтобы был этот самый мир на земле, участник битвы на Курской дуге Салтан Хамид Биджиев на своем штурмовике Ил-2 совершил 91 успешный боевой вылет. Уничтожил 11 танков противника, 32 автомашины с войсками и грузами, 6 повозок, подавил огонь 9 зенитных точек. В составе группы взорвал 5 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Героизм и мужество Салтана Хамида Биджиева, проявленные в годы Великой Отечественной войны, отмечены орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Знака Почета, Отечественной войны Первой степени. А в 1995 году указом президента ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. О бессмертном подвиге Салтана Хамида Биджиева говорили на очередном памятном мероприятии. «Именно патриотизм, любовь к родине, начиная со школьной семьи. И на примере наших отцов-дедов, которые защищали нашу родину, проявляя мужество и героизм, и порой собственной жизнью, мы живем благодаря их в такой спокойной стране. И мы не можем это забывать. И это должно передаваться из поколения в поколение. Потому что они не зря воевали, не зря жизнь отдавали за нас». Салтан Хамида Биджиев внес неоцененный вклад в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Карачаева-Черкесии и в мирное время, находясь на партийной и хозяйственной работе. Сегодня дело героев продолжают славные потомки, защищая интересы родины в соне специальной военной операции. Сейчас на передовой десятки ребят и из Зеленчукского района, отметили собравшиеся. «Мы выпустили в большую жизнь много достойных выпускников. Мы выпустили в первую очередь людей с большой буквы. Кроме Салтана Хамид Лакмановича Биджиева, школа гордится своими выпускниками, которые погибли, участвуя на СВО. Это Чагаров Тимирлан, это Николенко Денис и теперь вот Суворов Артем, смерти которого, о гибели которого школа узнала совсем недавно. Это наш выпускник». «Наше непростое время, сложное очень время. Надо наших детей воспитывать в патриотическом духе. Мы сегодня отмечали праздник героя нашего, с которого дети должны брать пример. Слава Богу, что у нас сильная, мощная родина, что есть такие люди. Без армии ни одна страна не существует. Армия – это оплот того, что у нас будет независимость. Это то, что мы будем жить на своей земле. Никакой враг нас не достанет. Наши дети должны видеть этому и учиться». Он – пример настоящего патриотизма и интернационализма. Своё имя, ветеран Великой Отечественной войны Султан Хамид Лукманович Беджиев, золотыми буквами вписал в историю страны. Память о Герои Российской Федерации будет жить в сердцах благодарных потомков. Алла Качиева, Ахмат Чучаев, Ренат Муков. Вести Карачаева-Черкесия. Станица Зеленчукская. В день рождения республики распахнулись двери 19 новых центров образования «Точка роста Карачаева-Черкесии». Любовь к естественным и точным наукам, новшествам и технологии учеников села Ильичевское Прикубанского района теперь будет подогревать оснащенные по последнему слову техники учебные кабинеты. С торжественного открытия репортаж Фатимы Дауровой. Главных гостей торжества представители Министерства образования, администрации района и села ученики и преподаватели маленькой сельской школы ждали при всем параде. Такое событие случается не часто, оттого и яркость происходящего, и эмоции детей настоящие. Они подготовили праздничные номера, которые украсили торжество. Всех приветствовала и поздравила с открытием Центра образования естественной научной и технологической направленности министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко. Благодаря поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, главы Карачаева Черкесской Республики Рашида Борисбевича Тимрезова, с 2019 года по сегодняшний день у нас уже в субъекте открыта 131 точка роста. И в этом году открываются еще 19. Таким образом, до конца года во всех школах, расположенных в сельской местности, у нас будут вот такие вот замечательные точки роста. Символическую ленту вместе с гостями перерезали младшеклассники. Каждый из них оставил кусочек красной ткани на память об этом событии. Затем делегацию проводили к кабинету, в котором такие предметы, как биология и химия, теперь будут изучаться углубленно и не только в теории, но и на практике. Свойства технологических новшеств продемонстрировали старшеклассники, а гости были в роли испытуемых. Измерения проводятся с помощью сенсора давления. Результаты мы можем увидеть на мониторе экрана. В комплект даже входит вайфероскоп, позволяющий контролировать прекращение и возникновение характерных тонов. Послушиваем их в ключевой артене. Использование инновационных подходов к процессу образования делает учебу нескучной и современной. Главная цель такого проекта – создать в глубинке образовательную среду, соответствующую требованиям времени и современным цифровым реалиям. Дети с большим интересом делают это все, узнают, настраивают. Умения вот эти намного лучше, чем у нас. Они могут сами настроить там, установить программу, сделать опыты. Им это намного интереснее, естественно, чем в учебниках. И все это отражается в интерактивной доске. Конечно же, это имеет большое значение в знаниях, умениях и навыках, конечно же. Такое оснащение и программа проекта позволяет детям выйти на совершенно новый уровень, проводить исследования, создавать технические модели, писать научные работы. Это все было продемонстрировано учениками на месте в кабинете технологической направленности. Добрый день, уважаемые гости! А робот модели 424 местного производства пригласил гостей оставить пожелания на тематическом баннере на одной из стен школьного коридора. Фатима Дорова, Олег Молхожа, Вести, Карачаево, Черкесия. Далее в нашей программе смотрите интервью заслуженного учителя Карачаева Черкесии, отличника народного просвещения СССР Халимат Акбаева. С ней встретилась Белла Джозаева. Продолжение следует...